В прошлом видеоблоге был задан вопрос, какой вас подорвется от снаряда Теслы? Я не туда попал? Я в секс по телефону позвонил? Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем реакцию на видеоблоге. Короче, вышел видеоблог, это, ребята, 400 видеоблог, вот он, соответственно, у нас эта долгожданная надпись. Я почему-то сразу вспомнил о 300 видеоблоге, да помните, Касим там еще объявлял какой-то конкурс, вроде бы, самый лучший рифм к видеоблогу на 300, ну, понимаете, короче, надеюсь, помните эту фишку. Потому что это вроде было как не очень давно, вот, и прикольно, 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 увидим, посмотрим, что же нам разработчики такого интересного и приколдесного сделали на данный, соответственно, видеоблог. Возможно, какой-то конкурс запустится, поэтому обязательно, как говорится, ребята, ставьте лайки, если вам такие ролики нравятся с реакциями, ну, и еще не забывайте участвовать в конкурсе на 60 улитроконтейнеров, лайк, подписка, комментарий и, соответственно, текст создателя контента, настройка аккаунта. Ну, а мы с вами поехали, погнали. Так, где у нас тут начало этого видеоблогика? Вроде вот оно, как оно. Привет, танкисты! Здорово, танкиста! Сегодня у нас 400 выпуск видеоблога. Ага. Да, знает. Поздравляем и нас, и вас. Спасибо. На протяжении 9 лет мы рассказываем о новинках, изменениях и ивентах в танках. И все это время именно ваш интерес и обратная связь вдохновляют нас на работу. Ага. Спасибо, танкисты! Да не за что. И наверняка догадаете, чем же мы вас порадуем в честь этой крутой даты. В прошлых выпусках стример Орешек рассказывал о боевом интерфейсе и засветил новый скин для Мамонта и Твинса в стиле стимпанк. Вот мы и решили разыграть среди самых активных и креативных один комплект, добавив к скинам еще и новую анимированную краску. Брунтовые доспехи. Для того, чтобы поучаствовать, вам нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на наш канал и оставить поздравительный комментарий. Это могут быть теплые слова или история, связанная с танками. Решать вам, самый креативный или душевный комментатор в числе первых затестит все это богатство. Переходим к следующей хорошей новости. Блин, ну вот эта штука прикольная. Что, ребят, будем поздравлять? А ты шо? Давай, рассказывай. Угу. Сколько он стоит? 1900 контейнеров? И все? Изменили наполнение еженедельных контейнеров, поэтому вы не всегда будете встречать их в составе спецпредложений. Что еще ждет вас в эти выходные? Типа, если тебя бесят Теслу, то просто берешь, покупаешь и все. Нормально. Нет, это прям очень имбовая штука. С любого звания еще. Продолжаем эксперименты с продолжительностью боя. Давай. На этих выходных битвы в ММ длятся по 20 минут. Выполняйте особые миссии и зарабатывайте звезды, контейнеры, а вы получаете. Семь миссии в награду, вы получите еще семь миссий. Так, ну, по поводу миссии я тоже говорил, что они, в принципе, язычные. Вот, поэтому можно даже с тобой и не потеть. Все их по шурику, по бурику выполнить. Там вроде бы как все шотенько. Так, я надеюсь, у них музыка безопасна в видеоблоге. А то как бы не хотел бы словить себе поччам. Так, я проверю. Да, вроде, вроде как-то нормально. На всякий пожарный. В скором времени мы закончим работу надрядом правок, которые изменят механику, стоимость и доступность дронов по званию. Эти доработки решат многие проблемы применения дронов в бою. Чтобы не запутаться, давайте обратимся к таблице. Давайте. Ну, а как же остальные дроны? Они что, шутка для вас? Работа над изменениями дронов ведется давно. И уже сейчас стоит наглядно показать, что вас ожидает. Это, конечно, примерная таблица. Ну, просто, типа, очевидно, что эти 3 или 4 дроны, которые они показали, они, типа, самые лучшие. Они подходят вообще для всего. Остальные фишки ты индивидуально подбираешь под какой-то свой стиль, под вооружение и так далее и тому подобное. Типа, ну, это такая тонкая штука, которую не все используют. Вместе разберем каждый дрон. Итак, первый дрон, механик, станет доступен со звания Уоррент Офицер 1. Увеличен бонус самолечения, на союзные формы влияет по-старому. Дрон-десантник сильно не поменялся, его пропустим. Дрон-штурмовик будет доступен со званием Майор и будет стоить дороже. Прокачанный дрон с одного фрага снимает перезарядку своих расходников. Дрон-миньор остается на том же месте, а вот его механика доработана. Время перезарядки мины уменьшено до 5 секунд. В полной прокачке на карте можно установить до 100 мин, но кулдаун при респауне увеличен с 10 до 30 секунд. Прежде чем спамить минами, выживите полминуты. Дрон-инженер переезжает на звание Сержант-майор, а стоимость уменьшается до 20 тысяч. Я думал, наоборот, будут звания немножко подснижать, чтобы ребята... Ну, то есть, вот эти имбовые дроны какие-то, но которые, очевидно, прям просто замечательные и крутые, их, мне кажется, нужно продавать, наоборот, с большого звания, а чтобы на маленьких диапазонах, на маленьких званиях ребята пользовались другими дронами, у которых, в принципе, тоже есть интересная механика. Да и все, в общем-то, что нужно было сделать, мне как-то кажется. Ну, может быть, опять я чего-то не понимаю, ребят, поэтому... Дальше дрон-драйвер. Он станет дешевле и доступнее по званию. Дрон-снабженец станет чуть-чуть лучше, звание и стоимость не меняются. Дрон-спринтер. Ускорение станет перезаряжаться быстрее, а дрон не будет потреблять дополнительные припасы при активации. Дрон-спасатель по званию спустится до старшего лейтенанта, а стоить будет на 50 тысяч кристаллов дешевле. Зачем? Просто любые! Ивенты, связанные с метеоритом... Добавится новая механика, ускоряющая перезаряжение... Я раньше почему играл на мелких диапазонах? Потому что там нет вот этого странного дрона-спасателя. Нет его, снизили еще по званию. Давайте, да-да. Зарядку защиты, но зарядка дрона изменится с 30 до 60 секунд. Дрон-кемпер тоже дешевеет и опускается по званию дополковника. Работать этот дрон будет абсолютно по-новому. Если у вас полное здоровье, то при активации дрона он даст бонусы и на защиту, и на урон. Если по вам пройдется хоть какой-то, даже незначительный урон, то бонусы отключаются. Так что с этим дроном нужно выцеливать врагов очень внимательно. Дальше дрон-побывник. Он не сильно изменится, лишь перейдет на одно звание раньше. Далее дрон-кемперсан. Так и дешевле станет. Он станет дешевле на 60 тысяч кристаллов. Что-то здесь Мария у нас немножко... Либо ей текст не то дали, либо шо. И будет доступен намного раньше. По механике сами мины перезаряжаются быстрее на 10 секунд. Но если хотите поставить розочку из мин, то перезарядка дрона станет дольше на 11 секунд. А теперь сразу три дрона. Бустер, защитник и лоскар. Ну их повысят, наверное, в звании, да? Дрона, защитник и лоскар. Практически переносится по званиям практически в самый конец игры. Да. К тому же вы просили ослабить бонусы дрона защитник. Этот дрон задумывался как защита от дрона бустер. Мы ослабили дрон защитник и вместе с ним переделали дрон бустер. Теперь он дает небольшое повышение урона все время действия расходника повышенный урон. То есть действует точно так же, как дроны защитник и ловкач. Все эти числа и значения еще в работе и могут измениться в релизе. Следите за новостями. Не, ну типа с последними дронами, окей, это нормально сделали, но есть одно большое, но... Ну, допустим, я у себя на аккаунте без дната уже прикупил этого дроны, ну типа у меня останется. И многие так сделали, типа дроны, когда у тебя появляется звание, а ты его сразу себе покупаешь. Это типа не такая уж сильная проблема. Ну не знаю, это такое спорное. Ну окей, будет еще меняться, конечно. Любб-уберы. О, здесь я. Итак, вот и Steam-версия сейчас работает на HTML5. Это значит, прощай, флэш. Окончательно. До свидания. Больше мы не поддерживаем эту технологию и все вопросы. Там это штукчик нет. Точка. Точка. Сейчас команда максимально сосредоточена на новом интерфейсе в танках, на работе по добавлению HD-скинов и над исправлением багов в HTML5. О, кофеек. Посмотрим видео наших ютуберов. Так, не, не будем сотреть. Что здесь еще? Вам нужно связаться с нашим комьюнити-менеджером Машей Фортуна и... Вот эта вот штука у меня напоследок, что там у нас? А-а-а. Ну все. В прошлом видеоблоге был зад... Вопрос. Какой баск подорвется от снаряда Теслы? Я не туда попал? Я в секс по телефону позвонил? Хе-хе-хе-хе. Сори он. А можно еще раз? Какой баск подорвется от снаряда Теслы? Был задан вопрос. Какой баск подорвется от снаряда Теслы? Правильный ответ. Д. Поздравляем победителей и смотрим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кай. Так. Вот такой у нас видеоблогик получился. Кому он понравился. Обязательно ставьте царские лайки данному видеоролику. Подписывайтесь на канал. Пишите свои вариантики. Что вы еще думаете по этому поводу. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok